Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Хочу вам рассказать историю про вот этот многофункциональный прибор CM120 от компании Электроприбор. Данный прибор позволяет измерять фазные напряжения по каждой фазе, линейные напряжения, активную мощность, реактивную мощность, косинус, частоту и так далее. В общем, вот так вот он выглядит. Такой вот у него корпус, здесь клеммы подключения, соответственно. Схемы у них различные имеются, все можно определить под вашу сеть при заказе. У нас вот используются вот такие экземпляры, то есть вот у нас токовые цепи фаза А, начало и конец, фаза С, начало и конец и три напряжения А, Б, С с трансформатора напряжения, с измерителем трансформатора напряжения. Здесь у нас имеются интерфейсы связи различные и клеммы питания. Фаза 0 земля, ну либо плюс-минус по постоянке. У данного прибора имеется возможность питания от сетей постоянного тока, что очень удобно, особенно на наших подстанциях. У нас везде имеется плюс-минус 220 вольт от аккумуляторной батареи. Но речь в данном видео пойдет не про обзор данного прибора, а о его проблеме. Дело в том, что данные многофункциональные приборы стали у нас выходить с регулярной периодичностью из строя. Так вот, уже у второго прибора выходит из строя его внутренний блок питания. Вот так, сняли рамочку. Убираем нашу. Здесь крепится на 4 шурупа и снимается. Так. Наши платы. Кстати, прибор 2014 года. Ну, видно, два трансформатора тока. Здесь у нас вход по цепям напряжения. Вот видно на три фазы. Так, это у нас интерфейс. А вот наш блок питания, который выходит из строя. По входу от 100 до 240 вольт. Нагрузка 0,28 ампер. Выход 5 вольт, 2400 миллиампер. Видно тут даже такое темное пятно. Видимо, ему, наверное, в этом корпусе недостаточно охлаждения. Жарковато. Это уже перепаянный. То есть я заказывал три таких штуки. И этот блок уже был сюда впаян. Сам блок питания ремонту не подлежит, потому что он полностью залитый то ли эпоксидкой, то ли еще чем-либо. Так что вот, приобретаются вот так вот отдельные вот эти блоки питания и впаиваются на плату. Вот и весь ремонт. Вот все элементы данного прибора. Кстати, все клеммы здесь применяемые от Phoenix Contact. Хорошее решение, хороший выбор. Если честно, не знаю даже как долго прослужит замененный блок питания. Уже есть мысли сделать в корпусе некоторую вентиляцию. Ну, тем самым опять есть риск, что внутрь будет попадать лишняя пыль, грязь, что тоже не есть хорошо. В общем, вот такая вот история. Напоминаю, что это уже второй случай из десяти приобретенных нами приборов CM120. Ну, вот покажу работу двух приборов на одной из наших подстанций. В общем, вы сейчас видите уровень напряжения. Вот отображается буковка В, линейная. То есть здесь 0,6, здесь 0,4, 9,98. Так, можем нажать здесь амперы. То есть 38,40 ампер, 39,2 ампера. То есть это первичные величины все. То есть это прибор для подключения в сеть с двумя трансформаторами тока. И фазу В он здесь не рассчитывает. Идем далее. Ну, активная мощность 536. Реактивная мощность 320. И ток показывает 38,4. Одно из фаз. Дальше то же самое, только еще третья строчка у нас показывает напряжение одной из фаз. Так, здесь активная, реактивная, полная. Здесь частота 50,03 и косинус 0,837. Вот, в принципе, и все. Ну, по другой секции то же самое. 10,02, 10,01, 9,9. Мы видим токи фаза АЭЦ. Активная мощность, реактивная мощность, ток. Третью строчку поменяли на напряжение. Третью строчку поменяли на полную мощность. Частота 50,02 косинус 0,83. И вернулись в исходное значение. Также можете заметить, что по истечении около 5 лет эксплуатации данных приборов, вот что у нас случилось с кнопочками. То есть, насквозь дыры. То есть, по идее, надо заказывать, убирать рамку и заказывать отдельно вот эту вот лицевую панель. Надо будет узнать вообще в поддержке, узнать у производителя, поставляются ли они вообще отдельно. Здесь, в принципе, тоже самое. Уже все на грани, почти все стерто. Как ни крути, все равно оперативный персонал проводит замеры, смотрит тот или иной уровень напряжения, токи нагрузки, мощности и так далее. Вот, смотрите, как удобно. Если у нас стоит обычный щитовой прибор, это 30 с коэффициентом трансформации 4000 на 5. И стрелка у нас находится на нуле. То есть, при снятии величин нагрузки, в принципе, здесь можно писать все, что угодно. И ноль, и десять, и двадцать, и любое другое значение. Здесь же все у нас прибор наглядно отображает. 38 ампер. Здесь схема его подключения. Здесь использовали вот такие билочки ABC. Бумажные. Собственно, вот, как я и говорил, начало-конец фазы А, начало-конец фазы С, фазы В нет. И три провода напряжения, цепи напряжения ABC, соответственно. Вот и все. Ну и, соответственно, питание здесь вот. Заходит сюда питание. Здесь тоже оно взято с постоянки у нас. Кстати, в данном приборе мы использовали его очень интересную функцию. То есть, мы взяли вот у нас выводы интерфейсов. РС-485. Здесь у нас идет витая пара. Пятая категория. Кабель. И мы вот эти показания этого прибора передаем дистанционно на модуль индикации. Ну вот то же самое здесь. Вот эти выводы. Вот. Получается очень удобно. В одном месте на основной подстанции установлен этот прибор там, например, на двух вводах. И его показания полностью дублируются дистанционно на расстоянии, в данном случае у нас около 150-170 метров в помещение вообще другого здания. При этом все показания передаются по интерфейсу связи, а не силовыми линиями. То есть, у нас один в один происходит дублирование показаний на его ответной части. Там прибор называется аналогичный прибор. Устанавливается на него также подключается питание и заводятся вот эти наши интерфейсы. Прибор называется модуль индикации. Помимо вот этих приборов CM120, вот такого исполнения, мы еще дозаказывали приборы с другими рамками, с другой лицевой панелью. Там кнопки уже выполненные не такого образца, а именно нажимные. И экран сделан более симпатично, из стекла. Сейчас я вам их тоже покажу. А в остальном они имеют абсолютно одинаковый функционал. Вот CM120 другого образца с другим дисплеем. Вот второй. Кнопки выполнены по-другому. То есть, такой ситуации здесь не возникнет, как вот с теми приборами, они не продавятся. И экран такой стеклянный, более, кажется, более интересно смотрится. Ну а остальное здесь также вот, то же самое все. Вот мощность 183, активная, реактивная. Здесь ток 130 ампер. То есть, видите, удобно смотреть. Сразу мы старые приборы еще пока оставили. На другом вводе так вообще здесь ноль. А здесь прибор фиксирует 5 ампер. То есть, более точно, более нагляднее, более правильно. Ну а дальше листаем. Так, здесь активное, реактивное и фазное напряжение 6,11. Здесь также осталось только линейное напряжение 9,94. Частота 5002, косинус 0,827. Это у нас линейное напряжение. Токи по фазам. Здесь, кстати, прибор у нас четырехпроводный. Заказали уже с фазой B. Чтобы не как в том случае, не как в том примере на той подстанции, а также отображался ток в фазе B. Более наглядно получается. Здесь прибор показывает уже фазное напряжение. Вот 5,7, видите, 5,8. Косинус по фазам. Схема подключения данного прибора. Вот также питание плюс-минус. Токовая цепь. А, фаза А, ВС. И вот А630, B630, B600, C630. Это цепи напряжения. И, как вы можете заметить, здесь блок питания, тепленький такой, вынесен уже наружу. Возможно, это уже как бы новая модификация, в которой и была устранена вот эта проблема с выходом из строя блока питания. Сейчас мы стали плавно переходить на приборы СОТЭК. Я как-то вам их показывал в одном из своих видео. Это для нас еще новые приборы. Но посмотрим, пока от этих приборов мы не отказываемся, но посмотрим, как себя будет вести в эксплуатации СОТЭК. У СОТЭКов, кстати, функционал гораздо больше. Он вообще может использоваться как прибор учета. Там у него есть выполнена интересная индикация по нагрузке. В общем, такой же многофункциональный прибор измерения. Вот такой был небольшой обзор данного прибора, в котором я рассказал о его нюансах, его проблемах с блоком питания, вот с этими вот кнопками. И в целом показал вкратце его функциональные возможности и работу. В принципе, на этом все. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!